Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Только что Брэд Каванна принял присягу как верховный судья Соединенных Штатов Америки. Это произошло в Вашингтоне, и произошло это, как вы знаете, после целого месяца ожесточенных дебатов. Президент в Белом доме всего пару минут назад. От имени нашей нации я хочу принести извинения Бретту и всей семье Каванна за ужасную боль и страдания, которые они вынуждены были стерпеть. Те, кто выступает за нашу страну и служат ей, заслуживают, чтобы их поступки честно оценивались. Не политической компанией, которая с помощью лжи и уловок стремится уничтожить личность. То, что случилось с семьей Каванна, делают любую нацию бессовестной и нарушают все принципы правовой системы. В нашей стране мужчины и женщины должны признаваться невиновными, пока их вина не будет доказана. И тут я должен это сказать. Вы, сэр, под пристальным вниманием исторических мер безопасности были полностью оправданы. Спасибо вам. Удивительный момент. Никому не пришло бы в голову, что нашим лидерам когда-либо придется заступаться за презумпцию невиновности, и с ними кто-либо не соглашался. Но это случилось. Политически, конечно, все это вылилось в неожиданное фиаско для демократов. Выводы из их поражения очень понятны. Отвратительные порноадвокаты — плохие представители нации. Кричащие детвора активистов пугают нормальных людей, сидящих дома. Дикие обвинения в групповом изнасиловании контрпродуктивны. Другими словами, на самом деле можно зайти слишком далеко, и они зашли. Это несложное послание, но оно кажется не так явно для сегодняшних демократов. Оставшиеся активисты сделали для себя выводы из истории Кавана. Что Верховный суд — это позор, Конституция бессмысленна, избирательная коллегия должна уйти, и только страна, разделенная на воюющие племена, может управляться эффективно. Если мы это не контролируем, то давайте это сожжем. Вот какой вывод они усвоили. Посмотрите, как активисты собрались у Верховного суда и на их реакцию на голосование за кандидатуру Кавана. И наблюдая за этим, имейте в виду, что это не отрезок из фильма про зомби. Это Вашингтон, 2018 год. Сжечь дотла! Сжечь дотла! Дети, живущие в достатке, свирепствуют. Свирепство продолжилось по кабельным новостям и социальным сетям. Нам надо убрать избирательную коллегию, щебетали они в унисон. Белые мужчины зло! Послания были хорошо скоординированными. СМИ говорили то же самое, в то же время. И так оно и было. СМИ повторяли устные тезисы демократической партии, чьим интересам они так верно служат. Многие поколения называли это либеральными СМИ. Но это не совсем правда. Это не либералы. Это не те люди, кто верят в свободу слова или прозрачность правовой системы, не те люди, кто борется с корпоративными силами или за другие значимые либеральные ценности. Это партийные люди с промытыми мозгами, объединенные в цепочку гуделки. Они произносят речи, как зачитывают священное писание. Они повторяют все, что им велят. Они роботы. Раньше либералы защищали права меньшинств. Так держать. Сейчас Хилари Клинтон объясняет, как вся страна должна потерять всю политическую власть, так как проголосовавшие не согласны с большинством радикально настроенных детей в Бруклине. Смотрите. Вы думаете, что избирательная коллегия должна быть распущена? Я уже говорила это в 2000 году, после того, что случилось тогда с выборами Элгора. Пережиток прошлого, придуманные для другого времени, более не работает. Мы продвинулись вперед к принципу «один человек, один голос». Я думаю, надо уже упразднять старую систему. Я хотела бы видеть, как мы продвигаемся вперед. Но речь идет не только об избирательной коллегии. За прошлые пару дней многие говорили о том, что сенат должен измениться, чтобы от разных штатов было разное количество сенаторов. Ни с того, ни с сего все левые говорят такие вещи, включая предположительно независимых репортеров. Заткнись, Вайоминг, никого не волнует, что ты думаешь. Это новое послание от партии, которая якобы выступает за обездоленных. Левые никогда не отличались самосознанием. Всего один особенный и удивительный пример. Это луковица, которая еще не раскрыта. Том Штайер, финансовый миллиардер, один из самых больших доноров демократической партии. Люди слушаются его только потому, что он шлет им деньги. Но вот его последний крестовый поход направлен против, и мы хотим вас подготовить к этой иронии. Богатый, влиятельный и белый мужчина. Смотрите, наслаждайтесь. Группа очень богатых, влиятельных белых людей хотят диктовать всей стране свою волю. И если вам это не нравится, тогда это ваша проблема. Да, вот против кого выступает Том Штайер. Людей, как он сам. Дайте мне знать, когда вы прекратите хихикать и вдумаетесь в то, что он сказал. Он говорит, что брата Каванна избрали Верховный суд не из-за того, что за него проголосовало большинство Сената, как и положено по Конституции. А из-за того, как он говорит, что Каванна был назначен расистской группой людей, чтобы лишить сил все другие расовые группы в Америке. Это племенная война за ширмой демократии, и ваше племя проигрывает. Вот что он говорит вам. Факт в том, что это сумасшествие, за которое еще пять лет назад вас забанили бы с кабельного телевидения. Это еще и ложь, и очень опасная. Это то же самое, что говорили лидеры Хуту в Руанде в 90-х. Ответственные люди не говорят так. Но вот теперь это везде у левых, и не только среди профессиональных чокнутых, стучащих в двери Верховного суда. Грань между опасными экстремистами и Сенатом размывается у левых. Смотрите, что поясняет Линда Сарсор. Хочу представить вам еще одного чемпиона, еще одного из народа, кто работает на нас изнутри. Поприветствуйте сенатора от величайшего штата, моего штата Нью-Йорка, сенатора Кирстен Джилибрандт. Представьте лидера клана, представляющего публики республиканского сенатора на мероприятии таким образом. Один из наших людей, кто работает на нас, работает изнутри. Это то же самое, что вы только что наблюдали. Сарсор, приветствующая Джилибрандт, не имеет широкого освещения в СМИ. Это теперь нормально. Как далеко это может зайти? Потратьте час времени и посмотрите другие каналы, и оцените для себя информацию. Вот, например, парень с юридической степенью Гарварда на MSNBC объясняет, почему избиратели Трампа нацисты. Трамп дал этим людям то, чего они ценят больше всего. Он дал им расизм. Он дал им женоненавистничество. И теперь он дал им Верховный суд. Давайте посмотрим, продержится ли это царство и контроль над всеми тремя ветвями власти. Продержится ли это правление 30 дней? Или два года? Или будет это тысячелетний рейх? Люди в студии просто кивали. Да, да, это так. Тысячелетний рейх. Имейте в виду, что сотни тысяч американских мужчин умерли, чтобы остановить тысячелетний рейх. И многие из этих детей и внуков выросли в этой стране, чтобы отдать голоса за Дональда Трампа. И все для того, чтобы их назвали нацистами за это. Не то, чтобы мистер Гарвард знает что-либо об этом. Он, наверное, не знает дату окончания Второй мировой войны. Ему на это наплевать. История не значит ничего для революционеров, и поэтому они ее повторяют.